Память Память Масса пули 5,52 грамма Начальная скорость 500 метров в секунду Емкость магазина 71 патрон Емкость дискового магазина 71 патрон Ну как правило снаряжали максимум 67-69 патронов Потому что при полном снаряжении мог подклинивать подаватель патронов, пружиноподаватель Использовался как дисковый магазин, так и секционный Его еще называют коробчатый магазин Коробчатый магазин был на 35 патронов Повторю, что он сделан на базе пистолета-пулемета Дегтярев Внешне они похожи Но по своим тактико-техническим характеристикам они совсем разные Пистолет-пулемет Дегтярев был снят с вооружения в 1941 году Сменил его пистолет-пулемет Шпагина Дегтярев был очень дорогой в производстве и уязвимый Шпагин усовершенствовал базу пистолета-пулемета Дегтярев Умельчил сумму производства его в два раза И качество не отличалось Его высокая скорострельность была получена за счет короткого хода затвора И небольшого патрона 25 мм Это был как плюс, так и минус Очень большой расход патронов был Это не всегда было хорошо Ствол защищен вот таким кожухом На конце компенсатор со скосом Так называемый дульный тормоз Его траектория так рассчитана Он при стрельбе Когда автомат идет по инерции вверх То здесь автомат находится в одном практически и том же положении Что обеспечивало очень хорошую кучность стрельбы Данное оружие применялось и эффективно использовалось В основном в городской местности при боях Ну и также на пересеченной местности Самые главные его плюсы Это неуязвимость То есть при попадании в воду, в грязь Не происходило засорений каких-либо Не выводился он из строя Минусы были еще такие Что на каждый экземпляр шли только два диска Остальные диски с других пистолетов-пулемета не подходили Была определенность в этом Но это вот конечно один из минусов Большая защитная скоба спускового крючка В зимнее время в трехпалых рукавицах можно было вести бой Держать его в руках Тяжелый в рукопашном бою эффективно использовался При его производстве даже участвовали дети Здесь в основном штамповка и сварка В Великую Отечественную войну С начала Великой Отечественной войны Была очень большая нехватка данного пистолета-пулемета в армии Первые произведенные образцы распределял сам лично Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин Также он был настолько легок в производстве Что артели переоборудовали для его производства В Карачанском историко-кроведческом музее Находится данный экспонат Мы гордимся им Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok